Ладно, давайте продолжим. У вас там, надеюсь, все нормально, все работает, все хорошо. Привет тем, кто только присоединился. Ну что, погнали дальше по сюжету. Хватит. Опа. Внимание! Замечено незаконное вторжение. Происшествие в японском квартале. Прием. Так, надо переодеться. Так, все работает нормально, это хорошо. Мистер Ли на кухне, готовится к вечеринке. Эй, Пит, рад тебя видеть. И я. Привет, Питер. Привет, ребята, как игра? Как тебе кажется, я побеждаю. Похоже, у него уже маразм, Пит, я почти размазала его. Ну, главное, чтобы было весело. Я так веселюсь, надирая ему зад. Мечтай, мечтай, чокнутая. Хочешь сыграть, Пит? Играем на орешки. Не-не-не-не-не-не, я не потяну. Вы уж тут сами. Привет, Питер. Как оно? Да так, зашел. Мартин, простите, опоздал. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. Вот и моя любимая тетя. Питер, какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые коробки. Нет, 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 я хотел сказать, не сейчас. В смысле, я хотел, я, я, я просто хотел поговорить. Ну что ж. Ладно. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, нет, то есть я немного должен за квартиру, но не-не-не, нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты. Я так хочу, чтобы с Эмджей все наладилось, она милая. Да, но... У вас были бы чудесные девки. Эй! А-а-а! Питер. В чем дело? Ну давай, расскажи мне. За эти годы ты... помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и... ничего не просишь. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. Пять лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Мэй, спасибо тебе за все. Впереди много работы. Спасибо еще раз за этот праздник. О, я хотел бы сделать больше. Ну, как говорит Мэй, ты помог одному. Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром. О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер и вообще... Это правда важно. Сообщение от Юри. Послушаю снаружи. Могу залатать эти ботинки. Еще послужим. Питер, да? Твоя тетя показывала твои детские фотографии. Я Глория. Новенькая тут. Человек-паук привел меня сюда. А, да, в смысле, здорово. Тебе понравилось? Они хорошие люди. Я тут задержусь. Ненадолго. Ну, если я могу как-то помочь. Просто скажи. Так. Голосовое от Юри. Привет. На аукционе, продающем имущество Фиска, сработала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? О, тем временем у нас уже ночной город. Так, ну я надеюсь, мы уже закончили с рутиной, ну типа с знакомством, всякими разными вещами из открытого мира. Дальше пойдет уже сюжетка. Питер, на вечеринке ты куда-то пропал. Пришлось пойти в лабораторию, прости. Не извиняйся. Просто знай, то, что ты сказал, для меня очень важно. Я всегда сомневаюсь, так ли веду себя с тобой. Ну, не сомневайся. После гибели родителей и дяди Бена, если бы не ты, я много раз развалился бы на части. То же самое я могу сказать про тебя, Питер. Хочу, чтобы ты это знал. Эй, я... Я не знаю, что сказать. О, кажется, мистер Ули нужна моя помощь. Мне пора. До скорой встречи, дорогой. Я тебя люблю. И я тебя. Внимание всем постам. Сделка наркодилеров. Всем постам. Происшествие в Линкольне. Юри сказала тихо. Лучше поискать заднюю дверь. Девушки отдыхают. Я теряю терпение. Где эта папка? Здесь кто-то ещё. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдём папку. Или ты умрёшь. Всё плохо. Вспугну их, она умрёт. Сниму их незаметно. Юри, тревога неучебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, мэм. Нужно по-тихому, чтобы никто не услышал. Закутанные в паутину, они выглядят так мирно. Надо подцепить его сверху. Осторожно. Тише, тише. Кто-то идёт. Здесь меня заметят. Клянусь, она мне не показалась. Папка наверняка у неё. Если они здесь, то где же они? Не знаю. Не знаю я. Я просто не знаю. Живей. Плохие парни сейчас плохо себя поведут. Папка наверняка ухудшилась. А вы так ничего и не поняли. Эй, а что это? Это же принадлежит... Стоять! Знаешь, если бы мне платили за все стоять... Эй, Пит. Эм-Джей? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Ну или работала. О, кажется, это твоё. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А что? Сейчас расскажу. Продолжение следует... Эм, простите. Я Мэри Джейн Уотсон освещаю продажу коллекции Фиска. Да, но... Крейг сказал, что встреча завтра. Я люблю всё делать быстро. Ну, а я... Нет. Вам придётся прийти завтра. Да, конечно. Простите. Эй, Крейг. Нет, извини, но... Похоже, на обложку придётся ставить что-то другое. Даже не знаю... Может, а вы экспрессиониста? Знаете что? Я думаю, сегодня получится. Вы уверены? Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Крейг, забудь. В порядок. Давайте приступим. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Как закончите, я буду ждать у статуи Баку. Сейчас. О, неплохо. Мы только... Не только за Паука будем играть, но и за Муриджей ещё. Нормально. Чуть не спалилась ещё, кстати. Я понимаю, почему Питер это делает. Но вот не люблю я этих героев под маской. Ведь после всего хочется с чувством выполненного долго сказать. Да, это моих рук дело. Ну... Мне бы точно хотелось это сказать. Ну, Салар, как мы видим, пока что у неё ничего нет. Но знаешь, чекай может быть. В мультфильме у него вторая подружка. Пилиция, может быть, подзвали. Она стала кошкой вроде бы. Тут кошка вроде бы тоже есть. Так что, скорее всего, будет. Хиск, похоже, почувствовала родную душу. Делай то, что они станут другие. Самоконтроль это не про него. Блин, ну вот бы катану-пауку. Хиск нанёс этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки. Пит смог уйти. Я нашла его у дверей почти мёртвым. И еле довезла до больницы на папиной машине. Так я в первый раз стала медсестрой Эмджей. В мультфильме Эмджей вообще умерла же. Так что, да. Как минимум, в мультфильме в 1990-х там она не имела никаких суперспособностей и так далее. Может быть, в каких-нибудь комиксах о альтернативных вселенах у неё там было что-то. Или будет. Чё-то подобное. Помню, как Фиск начал незаконно возить такие артефакты. Он купил для этого местный порт и уволил всех, кто там работал, включая моего папу. Жаль, что папа уже не увидит, как всё обернулось. Иногда мне кажется, что вся история мира это просто игры мальчишек, которые хотят подраться. Сигары. Симкария. Что-то было в новостях? Не могу забыть этот образ. Сколько напряжений между двумя фигурами. Скажите, как будете готовы. Хорошо. Да я сейчас осмотрюсь. Всё. Как же Фиск это называл? Ванесса? Киота. Красота. Иногда я хочу бросить всё и просто путешествовать. А потом вспоминаю о работе и всём остальном. Освещала преступные тайны. Журналистские расследования старой школы. Она мне нравится. Ещё тут есть. Эта трость меня бесит. Безвкусица. Тут уже ничего нет. Начнём с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле кокеимон. Красота. Это мифуны? Верно. У мистера Фиска тонкий вкус. Вы много с ним общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдёмте. Этот изысканный шедевр характерный пример традиционной техники Тарасикомы. Эти два Нио впечатляют. Понимаю, почему это нравилось Фиску. Его стиль, да? Двойственность. Труд создающих тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чём таком не слышала. Полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе. Знакомый из прокуратуры как-то сказал, что Фиск там отмывает краденые вещи. Я абсолютно ничего об этом не знаю. О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете ничего странного? Знаете что, у меня не так много времени. Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Встаньте там. Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Фиска? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Чёрт. Подождите здесь. Ого. Стойте. Это же... Сфотографирую. Этого не должно быть здесь. Крэг, я перезвоню. Дорогая, мне кажется, вам уже пора. А можно воспользоваться туалетом? Конечно. Идите за мной. Спасибо. Здесь... Здесь очень симпатично. Да, и вы видите это место в последний раз. Женский за углом. Не задерживайтесь. Конечно. Сейчас вернусь. Привет, Крейг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Нет. Она сейчас здесь. Надо попасть в ту подсобку. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет крупной статьёй. Что значит, ему пришлось принести? Если это не твой репортер, то кто она, Крэг? Кто проник в мою галерею? О, господи. Нет, ты не сможешь разобраться. Ну, первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование. А сразу после этого я снесу тебе голову, Крэг. Чёрт, она злится. Совершенно верно. Это угроза. Ага. Точно, Крэг. Ясно. Я тебе не верю. Ага. Точно, Крэг. Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы её не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Нео там, за ними. Но выглядит по-другому. Эта статуя двигается. Основная поза – скрытая сила. Рот закрыт. Левая рука вниз. Правая ладонь вперёд. Может, части можно двигать? Продолжение следует... 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 В каталоге упоминались две позы. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь в пи... Вот! Почти. Но чего-то не хватает. Я их уже видела. Нет, не так. Он что-то держит. Вот так. Норман Осборн. Что это? Дыхание дьявола. Что за дыха... Что там? Извините, сэр, вам нельзя... Плохо. Где эта статуя? Там. Вон там. Пауэнчен, зо скулай. Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу её отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут, я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план. Рада тебя видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Она что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Да, хорошо. Конечно. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. Так, Пит, я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись. Лучше помолчать. Солар, да не, проблема в том, что я забыл, на какой кнопке их нужно, ну, паутины взять и притаскать к себе. Вот в чем проблема. Потихонечко. О, а у Фиска много барахла. Так, тут чисто. Комнату за комнатой. Сначала одну, потом следующую. Держись. Твое. Джармей, а? Продолжение следует... Барабаиньки! Ну вот и всё. Не отпустите! Энджей! Стой! Нет. Пряжься! Брать заложников нехорошо, ребята. Ого! Что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками. С духами как-то дрался, но, знаете, этнически это разные вещи. Все призраки — духи, но не все духи — призраки, понимаете? Ах, похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Ну и ладно. Покочешь на привидений как-нибудь потом! Продолжение следует... Поехали! 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 Это что-то! Поехали! СТЕК- Поехали! 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 Ух, разминочка. Ох, разминочка. Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Я говорила с Крейгом. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж, Мэри Джейн Уотсон, Дэйли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы видели. Расскажите, вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. У Мика? Что, шести месяцев не было? С каких пор Мик стал итальянцем? Без понятия. Но я рад, что он ещё готовит фри. Точно. Лучшее в городе. Ну, как там работа в Бьюгл? Ну... В общем, Робби только что прислал мне гневные сообщения о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждёт встреча с юристами. Снова. Бралась. Как только он прочитает твою статью, он тебя повысит. Так. Жуткие парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как... Как твои успехи? Ты получил то повышение? Нет. Но мы подошли к чему-то серьёзному. Ты ведь знаешь, что Воскорб тебя мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но... Доктор Октавиус может помочь миллионам. Я... Я занимаюсь тем, чем хочу. Тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов? Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ну, просто... Поужинать, как друзья. Друзья. Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого. Да, верно. Но... Что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее. Например, деньги или ключи, или клубничный бальзам. Ты помнишь, почему мы расстались? Это вопрос с подвохом, да? Спасенный сиреной. Поговорим потом. Иди. Рад видеть вас снова вместе. Вы двое мне всегда нравились. О, это же тот со... Ладно, я думаю... Это создатель комиксов. Спайдер-мена и не только. Блин, я думал, они будут тут вместе, а оказывается, они нифига не вместе. Да-да, это Стэнли, Стэнли. Привет, это я. Что там с теми, кто идет по третий? Наш друг Герман Туль снова взялся за старое. Шокер. Он же только что вышел. Ну, похоже, он не справился. Не страшно. Герман просто тюфяк. Ночью загоню его в Райкер. Я только что спас свою бывшую от преступников и поужинал с ней. А теперь я охочусь на маньяка, который бьет людей электрошоком. У тебя совершенно нормальная жизнь, Питер Паркер. Ой, да нормально все, бытовые вещи. У всех каждый день нечто подобное происходит, да, ребят? Блин, не, ночью еще круче. Все-таки по городу. Питер, пожалуйста, убедись, что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего трубка. Я ничего не имею против, но если снова нагрянет комиссия, погранцев. Не волнуйтесь, док. Я взял за правило ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого дегляра Джеймсона и его паству? Я тебя умоляю. Все, кто вершит великие дела, не дают таким шутам стоять у тебя на пути. И мы не дадим. С вами трудно не согласиться, док. Пока. Блин, как же классно полеты сделаны. Так, что там происходит? Я, походу, уже проснул. Надо остановить их. Мы не верим в ваши законы. Ай, что за них? Просто остановитесь, придурки! А ваш куток играет в шазовые мелодии? Вперед! Как грубо! Вам так ведет быть вместе, что мне даже как-то неловко. Пора на выход. Давно не виделись. Вот так, да? Бывали поездки и похуже. Я не размыла. Лучше. 10-10, очевидец сообщил о нарко-сделке. Нужно подкрепление, выстрелишь. Эй, Герман! Серьезно? Вставайся, ты меня не поймаешь! Ты это уже говорил. Я тебе не враг, но ты меня притормотишь. Какой ты чуткий. Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да, мне плевать. Просто пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать! Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Ну же, Герман, хотя бы говори со мной, так будет интересней. Герман! Эй, Герман! Серьезно? Сдавайся, ты меня не поймаешь! Это уже говорил. Я тебе не враг, но ты меня притормотишь. Какой ты... Чуткий. Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да, мне плевать. Просто пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать! Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Ну же, Герман, хотя бы говори со мной, так будет интересней. Герман! Что, ты отзываешься только на Шокера? Мистер Шокер! Не упустить бы. Мистер Шокер! Точно. Поговорим. Я сказал, хватит болтать! Понял. Герман! А зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат. Но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя в блоке. И значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовешь имя сам, я его из тебя выбью. Выбирай! Я все сказал. Я вас зацепила. Я вас зацепила. Я стараюсь, и я тебе забыла. Я вас зацепил. Я вас зацепил. Девушки отдыхают 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 Надо бы перекусить. Пончики. Обычно в это время мистер Ли у себя. А моя собака? Я не против. Но всегда на поводке, и никаких псов на кухне. Конечно. Это так здорово. Вы просто чудо. Спасибо огромное. Эй, парень, как там твоя научная фигня? Неплохо, спасибо. Как вы тут, держитесь? Этот придурок считает, что я перееду к своей дочери. Было бы классно. Но она не предложила. И не предложит. Я никуда не перееду. Не загадывай раньше времени. Не стоит. Ну, я никуда не денусь. Обещаю. Здравствуй, Питер. Питер. Их это новое. Продолжение следует... Простите, что отвлекаю, мистер Ли. У меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это. Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть диплом. И, возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Что ж, показывай. Любопытно. Где она нашла? Я... я точно не знаю. А что, что это? Копия маски из китайской оперы. Давно я таких не видел. Этот знак примерно означает демон. Демон? Мой папа читал мне сказки про духов в таких масках, когда я был маленьким. Я очень боялся. Слушай, Питер... Эта маска, она... Может быть, связана с опасными людьми. Мэри Джейн лучше найти другой сюжет. Думаете, она в опасности? Я не знаю. К чему рисковать? Впервые понадобился диплом. Жизненный. Символ внутри маски означает демон. Мистер Ли здорово испугался. Никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Думаешь, мистер Ли знает больше, чем говорит? Нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. Ага, понятно. Демоны, значит. Хорошая кличка. Так, я сажусь за статью. До встречи. Ну, все прошло почти так, как я надеялся. Бездомных ветеранов все меньше, но все еще много. Хорошо, что мой приятель Флэш Томпсон помогает им. Молодные компании сотрудничают с приютом. Обучают и нанимают людей. Правда, они все. А скорбь сюда не заглядывает. Вот упоминание Флэша. Куда она вообще? А, вниз. Я пока не нужен Доку в лаборатории. Паучку пора поработать в городе. Продолжение следует... Паучку пораaders. Паучку выкидить. Продолжение следует... Мягкий паучок! Мне прислали пробный экземпляр на утверждение. Обидно, но если я не раскрою свою личность, мне не заплатят. Так нехорошо! Продолжение следует... Помогать другим. Думаю, ты ему напоминаешь его самого в молодости. Вы оба сироты, оба очень умные. Да, я тоже им восхищаюсь. У тебя классный босс мой. Я передам ему это. Люблю тебя, Питер. Вип-пропуск Гарри в ночной клуб. Гарри вечно пытался провести меня. Внимание! Ограбление! Буду... Алло? Питер, это доктор Октавиус. Привет, как дела? Капрал Тексидер пришел на примерку. Я совсем забыл. В смысле, не то чтобы вообще забыл. Короче, скоро буду. Эти твои опоздания все регулярнее. Хватит уже, Паркер. Давай, заберись. Он прав. Как я мог забыть о времени? Черт. Так. Так. Открою. Этот packages субтитры сделал Dysok. Ув suicide, Бэррррррргрррг. Звуци. Дcoins Jesse? Всем постам произошло ограбление. Нужны машины к югу от Хаустон. Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. Да, полеты прекрасны. Особенно, когда все получается идеально, без затупов. Да! Эй! Эй! Что вы себе позволяете? Нарушение мер безопасности. Прекратите сейчас же! Это очень хрупкое оборудование. Ну всё, я немедленно звоню мэру. Питер Паркер, как твои дела? Помяни, чёрта. Мистер Росбард? О, ну хватит. Сколько мы уже друг друга знаем? Я мистер Мэр. Да Норман, Норман. Норман, что ты, чёрт возьми, делаешь? В твоём соглашении на грант прописаны меры безопасности. И это не первое нарушение. Нам прощали? Мной. Мы должны были конфисковать всё уже давно. Но у меня прорыв. Спасибо, что послужили на благо нашей страны. Эти ребята проводят вас во Скорп Роботикс, где вы получите современный протез. Бесплатно. Дело ведь вовсе не в безопасности, правда? Я пытаюсь помочь, Отто. Ты можешь продолжить работу в безопасном месте. Ага, Воскор. Ты всегда очень быстро соображал. Ты совсем не изменился. И ты тоже. Эй, Питер. Гарри возвращается из Европы в начале года. Может, вы наконец-то откроете дело, о котором столько говорили? Это превосходнейший шанс. Тише, тише, тише. Они же не забрали всё. Мы сможем начать заново. Питер. Какое там мы? Без городского гранта я не смогу тебе платить. Мне нужно подумать. На твоём месте я бы искал работу. Девушки отдыхают. Хотел бы я помочь Доку. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с отцом? Нет. Норман никогда не слушает Гарри. Даже пытался лишить финансирования его станции. Эй, одна из станций совсем близко. Надо узнать, как там дела, пока Гарри в Европе. Должен быть способ помочь Доку. Я что-нибудь придумаю. Гарри рассказал мне о них, прежде чем уехал в Европу. Пит, нужна услуга. Любимым проектом моей мамы всегда были городские научные станции. Я запустил их, но сейчас я далеко. А Скорб хочет закрыть их якобы из-за ненужности. Может, присмотришь за ними? Я в каждой оставил сообщение. Спасибо. Пока они есть в городе, в нём есть и частичка моей мамы. Что ж, денег я тут не заработаю, но... Для него это, похоже, много значит. Я сделаю всё, что смогу. Ещё пара станций сообщают о загрязнении воздуха. Приму меры, пока они не достигли, как это говорится, первого класса опасности. Может, Скорб против этих станций, потому что сами превышают уровень загрязнения? В воздухе опасно много полициклических углеводородов. И их всё больше. Если так и дальше пойдёт, будут смерти. Частицы собираются в точках концентрации. Получаются сгустки дыма. Прыгну сквозь такое облачко и соберу нужные пробы. Это гадко, но нужно прыгнуть прямо в эти облачка. Облачка видно невооружённым глазом. Значит, уровень токсинов зашкаливает. И готово! Взял отличные пробы. Ну, отличные пробы ужасной гадости. Вот оно! Будто дышу перезвыхлопную трубу! Я могу перепугать этих людей, но им не привыкать. Таксин вырабатывает две модели машин и сломанный дымоход. Сделаю фотки. Здесь хороший свет. Отлично. И сломанный дымко. Вот. И словно «в agradом» Сделай шоку. Сделай шокыл Uz空. Ос flowing. Девушки отдыхают На день земли сделать костюм зелёного паука? Станция Гарри спасла многих горожан от отравления Как теперь Аскорб докажет, что они бесполезны? Я тут почти вслепую летаю Где-то должны быть охранные вышки Окей Человек-паук, Шокер сбежал Сейчас грабит банк на углу ИСТ и 31 Что случилось? Он вроде был в тюрьме Был Но один охранник выпустил его из камеры И отдал ему его костюм Я знал, что Шокер на кого-то работает Что сказал охранник? Я бы с ним поговорила, но он помер Тот, кто выточил Шокера, следов не оставляет Чёрт Я посмотрела запись Охранник был словно в трансе Может, это эффект освещения, но у него глаза будто светились Жуткое дело Приду в банк Постараюсь что-нибудь вытащить из Шокера Херрор, если ты заметил Нынешние дети не как мы На Сеги на неё И на Денди гоняли Спайдермена и всякие разные другие игры Они гоняют Датан Пум Контра Вот всё это Джеймсон прав Демоны моя вина Они Спайдермена гоняют А что тебе нужно делать? Позволить Физку и дальше играть в крёстного отца У тебя всё хорошо? Голос какой-то унылый Похоже, я только что лишился работы Город, точнее Норман Срезал финансирование Убит Мне жаль Будь Гарри здесь, он смог бы уговорить отца Вы найдёте другой источник средств Ваша работа слишком важна Спасибо, Эмжей До связи Привет Классно Но не шедевр Само собой Так, что там ещё? Полегче на провороты Я про Датан Ну, увы А я что, сказал, что это плохие игры? Нет Я сказал, что это плохие игры Так, что у нас тут? Ладно, с шокером разберёмся Герман Как поживаешь? Эй, я не юрист, но... Ты не нарушил условия УДО? Уп, кажется, мы здесь застряли Ну что, сыграем в Города? Нет Поборемся на пальцах Ладно, бьём по морде Ого, у тебя теперь цифровые наручи, да? Будь по-твоему Хочешь подраться? Давай драться! Скорее бы вернуть тебя в тюрьму Поболтать о науке Помнишь первый бой? Я молодой и глупый Ты просто глупый Много болтаешь! Это твоя точка зрения Разве уже есть стандарты, сколько человеку можно болтать? А каково идеальное соотношение болтовни и не болтовни? И как это измерить? Слова в минуту Слоги в секунду Число слов Необходимых для выражения одной мысли А вот теперь можно врезать Зачем тебе это, Герман? Потому что иначе они меня убьют Сейчас всё будет Раскайся, и я помогу Ты прямо-то хочешь помочь? Тогда не висай и не краби Нет, так не пойдёт Знаешь, люди в банки уже не ходят Тебе повезло, что тут есть наличка Если хочешь грабить банки Иди на биржу Это самый сок Стой, 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 стой А, нет! Ах, ну же, Герман Скажи, на кого работаешь И я правда всё устрою Если заболтают, мне крытка Это они тётки сказали Лови! Герман, ты меня пугаешь Ты же не боишься ли? Скажи, на кого работаешь И я правда всё устрою Если проболтают, мне крытка Это они тётки сказали Будет больно Герман, ты меня пугаешь Ты же не боишься людей Не знаю, люди ли они Под масками может быть что угодно Стой Ты сказал маски? Эти парни в масках Зачем им деньги? Не знаю Мне плевать Законьте работу И целью Не тёрдите Простить-то надо Вежливо Так Сейчас будет точно по морде Сдавайся И мы тебя защитим Нету Ты к тебе, телоядра Ты ублюдок Даю последний шанс Слушай, я серьёзно Стой на месте Булкай Ладно, я пошутил Даю последний шанс Слушай, я серьёзно Стой на месте Ладно, я пошутил Сейчас твой последний шанс Серьёзно Прости, Герман Ты сам виноват Честно Окей Чё-то как-то изи Ну да, я умер пару раз Но это быстро он сдох В смысле босс Он был Очень сильно напуган Эти демоны Теперь объявились повсюду Ладно, Юри Шокер твой Отлично На плоту его ждёт Особая камера Оттуда он уже точно Не сбежит Я почти уверен Что он работал На банду демонов Банды демонов Заголовок для Дэйли Бьюгл Эй Бьюгл Совершенно нормальное Новостное издание Я бы так не сказала Говорят, у них есть Очень хорошие репортеры А у тебя Есть другие отчёты О демонах О людях в масках Я тебе перезвоню Кстати Там в банке Ты сильно всё разворотил? Тебе Не понравится ответ Зря я спросила Драка с шокером Была долгой Пора узнать Что новенького в городе Шок Сложность Нормальная Это на нормаль Так, ладно Ще подожду Пока мне позвонят Пока что полетай по городу Сообщение от Док ДОК Сообщение от ДОК Питер, возможно, я бы успешил с советом искать новую работу. У меня есть план. Дай мне немного времени. Возможно, мы еще поизобретаем. Неудержимый отт-то, Оставиус. Супер новость. Надеюсь, план сработает. Привет. Я опорылась в отчетах о... демонах. Знал, что ты мне поверишь. Они славно потрудились ночью. Уничтожали имущество Фиска. Охотятся за Фиском? Черт. Ты думаешь о том же? Война между бандами? Попробуем мыслить наперед. У Фиска есть что-то, что сегодня еще не тронули? Сейчас посмотрим. Вот. В одном из его портов, порт Сейди, что-то происходит. Спасибо, Юри. Я проверю. Слушай, Юри, а есть мысли, зачем Фиску этот порт? Никаких. Тебя встретит там мой офицер. Джефферсон Дэвис – это его участок. Он хороший коп и давно работает над делом Фиска. Вряд ли кто-то знает про этот порт больше, чем он. Ставь, Юри. Дежурный турки. Десять тридцать четыре. Сообщение перестрелки с участием полицейских. Тут сигнал не ловится. Не надо поискать другие вышки. Продолжение следует...